Власти Североказахстанской области сегодня категорически запретили открывать кинотеатры и торгово-развлекательные центры. В регионе растет число зараженных коронавирусом, и это пугает санврачей. Причем, как выяснилось, чаще всего болеют пенсионеры, которые недавно вернулись из России. А вот в Мангестау напротив кинотеатры решили открыть. Только вот бизнесмены теперь не горят желанием крутить фильмы. Репортеры КТК о том, какая картина складывается на местах. Северный Казахстан сегодня находится на границе тревожной желтой зоны. При этом санитарные врачи говорят, жители почему-то вдруг перестали соблюдать карантинные меры. Особую опасность вызывают поездки североказахстанцев в соседние приграничные регионы России, где вирус бьет рекорды. На карантин в Североказахстанской области закрыто 10 населенных пунктов. При этом 56% заболевших в областном центре. Большинство пациентов в возрасте 60 и старше. Пятая часть инфицированных – жители от 50 до 59 лет. Особую тревогу медиков вызывает рост завозных случаев. А привозят вирус, судя по цифрам, местные, зачастую пенсионеры. Они, пользуясь своим правом, активно выезжают в Российскую Федерацию для встреч со своими детьми. То есть пенсионеры активно ездят. И мы просто поражаемся их смелости. Это и 90 лет, и 87 лет. Они приезжают инфицированные, заболевшие. Попадают в тяжелую жизненную ситуацию со своим здоровьем. Я вот хотела бы обратиться ко всем лицам старше 65 лет. Пожалуйста, прекратите поездки в Российскую Федерацию. Чиновники уверяют, что активно готовятся к самому худшему. Больницы обеспечены двухмесячным запасом лекарств. Аптечные склады, забиты товаром на месяц вперед. Медицинские учреждения при необходимости готовы развернуть 3400 коек для коронавирусных больных. Количество аппаратов ИВЛ увеличено в три раза. До пандемии было 73, теперь 232. В пять раз увеличили число кислородных концентраторов. Сейчас их 362. Но самые большие надежды возлагают на новый инфекционный госпиталь. Его надеются открыть 1 ноября. Темпы очень высокие. Качество, по крайней мере, нас устраивает, как здравоохранение. Строительно-монтажные работы, основные, должны быть закончены до 19 октября. И они закончены. На сегодняшний день проводится благоустройство территории. Также монтаж медицинского оборудования. Все 200 коек будут подведены кислородные точки, сжатый воздух и так далее. В эти выходные североказахстанцы надеялись посетить торгово-развлекательные центры и кинотеатры. Но санитарные врачи категорично заявили, в нынешней ситуации ни о каких послаблениях речи быть не может. А вот в Мангастау, напротив, кинотеатрам работать разрешили. Станислава Хапина расскажет подробнее. В октаус понедельника карантинные послабления сделали для кинотеатров. Спустя 7 месяцев простое им, наконец, разрешили работать. Вот только не все бизнесмены этому обрадовались. Кинотеатрам в Мангастауской области разрешили открыть двери при условии, что залы будут заполнены максимум на 30%. В будние дни фильмы можно показывать до 10 вечера, а в субботу до 5. При таких условиях, говорят владельцы развлекательной индустрии, они ничего не заработают, а только потеряют. Ведь в рабочее время горожане просто не смогут пойти в кино. Поэтому из четырех кинотеатров в октау-2 открываться уже отказались. Убытки за 7 месяцев простой, нешуточные. Сумму в 350 миллионов называет только один бизнесмен. По его словам, даже если сейчас начать работать полноценно, еще два года потребуется на полное восстановление. Просто нас испытывает правительство в лице санитарного врача о том, что 30%. Мало того, что 30%, мы еще должны выходные дни не работать. Вы представляете, выходной день, наш заработок только выходные дни. Мы говорили, давайте 50% и не надо нам помогать. Хотя бы, чтобы мы могли по нулям. По словам бизнесменов, 25% казахстанцев уже переключились на современные интернет-платформы, которые предлагают весь набор фильмов. И если кинотеатры еще год пробудут на карантине, завлечь людей в залы будет крайне сложно. Пославление в Мангастау также получили кафе и супермаркеты. Им разрешили работать на час дольше. Общественный транспорт тоже будет ходить по новому графику. А еще жителям региона разрешили посещать торговые центры по субботам. Но только до пяти вечера. Послабления коснулись религиозных объектов, фитнес-центров и спортивных залов. А вот сохранился запрет на работу детских дошкольных учреждений, бильярдных, ночных и компьютерных клубов. Ну и банкетных залов. А что происходит в Жамбылской области, расскажет Виктория Савельева. В Жамбылской области за последние два дня выявили пять больных коронавирусом. Это относительно немного, но для местных санврачей все равно показатели роста. Медики уверены, во всем виноваты непрекращающиеся. То и дни рождения комиссии, то и дело ловят и штрафуют рестораторов. Но пока люди не готовы отказаться от пышных торжеств. К слову, в эти выходные все рынки и торговые центры в регионе должны будут закрыть свои двери. После двух месяцев послабления эти правила жители встретили с негодованием. А чиновники тем временем готовятся к новой возможной волне коронавируса. В Тарас приехали сразу 16 реанимобилей для скорой помощи, а также 8 автобусов, где можно сдать все виды необходимых анализов, в том числе тест на ковид. В данном медицинском комплексе есть все возможности для проведения осмотра врача, проведения различных диагностических процедур, флюорообследования, рентгенобследования, ультразвуковые. И есть возможность проведения гематологических и биохимических анализов для пациента. Все автобусы, которые от колес до крыши оснащены оборудованием для диагностики заболеваний, сегодня отправятся в районы области. Жители отдаленных сел, не выезжая за сотни километров в город, теперь смогут сдать ПЦР-тест и сделать рентген. К слову, врачи обещают уделять не меньше внимания и другим заболеваниям. О ситуации с коронавирусом на севере, западе и юге страны рассказали репортеры КТК. Продолжение следует...